Победение Виктория, записываю видео для вас. У меня что-то зависло сначала, когда хотел на рендер нажать, поэтому я остановил, не стал читать. Ну, это время занимает. Так, сразу первая ошибка. Камеру вот так вот называть вообще не стоит, потому что 3D Max вообще не любит кириллицу. Вообще кириллице не надо, надо убрать его. И вот такие знаки тоже. Плюс и вот такой воскресательный знак. Лучше не ставить. Просто надо назвать камера и, например, детская. Камера детская 001. Дальше идёт. Вот такие вот знаки и кириллица лучше не добавлять. Они могут дать ошибку. Хорошо. Вторая ошибка. Очень много слоёв. Не надо столько слоёв делать. Он будет занимать очень много оперативной памяти. То есть, каждый вот этот слой Light Mix занимает определённое количество объёма. То есть, вот, 37 ГБ у меня уже используется. Посмотрим сам Макс. Сам Макс занимает 17 ГБ. Видите, да, это одна комната. Это одна детская комната. И он занимает 17 ГБ. Вот это... Сколько тут я сейчас не могу... Больше 20, по-моему. Вот это делать не стоит. Он даже предупреждает сам, что будет сколько занимать. Вот видите, я вот нажал на Setup Light Mix и тут пишет, что 21 слоёв Light Mix будет занимать 1,8 ГБ оперативной памяти. То есть, почти 2 ГБ уходит у вас просто так на Light Mix. Это не считая ещё другие вот... Саму сцену... Корона будет жрать 2 ГБ. Это, на самом деле, плохо. Вот. Поэтому надо всё это сейчас отсорцировать. То есть, уменьшить его количество. Так. Насчёт Light Mix. Насчёт Light Mix. Такие вот фейки нам не нужны. Мы не ставим фейки. Вот. Так. Таргет есть. Вижу. Хорошо. Таргет не будем трогать. Вот это что такое? Вижу. Так. Это... Это тоже фейк. Можно назвать фейком тоже. Это тоже чуть-чуть неправильно. Я его так не ставлю. Вот на окно поставили. Вот это хорошо уже. Это хорошо. Но... Один нюанс тут. Когда ставить на окно. Light. Надо его поставить прям... Меньше, чем само окно. Да? Меньше, чем стекло надо здесь. Почему так? Потому что он в отражении будет... Видно, да? Его. Если в интерьере есть стекло, зеркало, он будет отражаться. А... Само окно не будет вот эта рама отражаться, а будет отражаться вот этот Light. Да? Если он больше, чем наше стекло, он загородит наше окно. Поэтому мы делаем его поменьше. Вот. Вот так вот примерно. Вот. И поближе ставим. Примерно вот так. Не внутри, а прям... Так вот рядом. Все. Насчет настроек. Тут все хорошо. Direction правильно. Kelvin правильно. Я бы только убрал вот этот Generator. Каустик. Каустика нам не нужна тут. Все. Остальное тут все правильно. Насчет Light на улице. Он тоже неправильный. Сейчас его исправим. Я ставлю так. Под углом 45 градусов я его прям сверху окна ставлю. Но размер делаю так, чтобы он был чуть больше, чем окно. Например, вот так. Высоту делаю узким чуть-чуть, чтобы снутри, снутри, с камеры, чтобы не видно было, да? Поднимаю его вот так. И чтобы на интерьер он попадал прям под 45 градусов. То есть, вот так вот. У него направление вот так вот идет. И он освещает прям вот этот участок. То есть, участок пола он освещает. Вот это место прям. Он для этого тут. Насчет настроек тоже убираем каустику. И Directional делаем 0.6. Не 0.2, а 0.6 делаем. Вот так. Все. Так. Теперь давайте заново создадим вот это все. Я вот это все удаляю. Пусть остается. Enromed пусть остается. Все верно тут. Все заново добавлю вручную. То есть, первую у нас идет Sun. То есть, солнце. Добавляю туда солнце. Так. Солнце добавили. Так. Dinoising есть. Дальше идем. Добавляем Windows. Windows. Это то, что у нас в окне стоит. То есть, снаружи и внутри. Две штуки. Его тоже сюда добавляем. Так. То, что я добавляю, я скрываю сразу, чтобы не ошибиться. Вот. Следующий у нас. Ardlet. Ardlet это у нас вот эти. Все трое. Добавляем. Мы их добавляем тоже. Скрываем. Дальше. У нас есть люстра. Добавляем люстру. Ой, блин. Так. Пишу. Люстра. И то, что у меня в люстре. Все. И вот сюда. Плюсую. Плюсую. Вскрываю. Дальше у нас бра есть на стене. Пишу бра. Держу все бра. Вот и все. Вскрываю. Дальше у нас подсветка. Я все. Видите, да? Все бра добавил в одно слой. И все подсветки сейчас вот добавлю в один слой. Это для того, чтобы меньше слоев было. Вот здесь. Так вот. И вот эти. Вскрываю. Здесь есть. Вот здесь есть. Вот. Так. Получается, у нас остается галоген. Нет. Галоген тоже. Вскрываю. Вот этот фейк нам не нужен. Так. Вроде все. Все добавили. Дальше. Смотрим через камеру. Это мой. Кадр. Что тут у нас по миллиметрам? Ну, почему тут фокал 90 поставили, я не знаю. Я не ставлю такие кадры. Это же не класс кадр. Это ровный кадр. Тут не должно быть такого миллиметра. Тут 45 идеально будет. Все видно будет. Вот так поставлю. Так, по высотам. 130 нормально. Можно даже 120 делать. Потому что у нас сейчас очень много. Заходит потолок. Надо добиться того, чтобы и пол, и потолок ровно в кадр заходил. В принципе, все. Сохранимся. Так. Что-то долго сохраняет-то. 150 мегабайт вроде. А он так долго сохраняет. Интересно. Так. Нажимаем интерактив. Интересно. Вот видите, у меня сразу деноиз сделал. У вас, наверное, это уже не работает, потому что у вас видеокарта старая была. Деноизер так и работает. То есть, это деноизер NVIDIA. Они только в новых моделях NVIDIA. То есть, у меня RTX 3080 стоит. Вот он и это все дело делает. То есть, я нажимаю интерактив и через пару, через 4 пасса он уже сгладил мне рендер. То есть, это быстрый деноизинг. Это деноизинг интерактива. То есть, вот если сюда посмотреть, тут есть деноизинг самой камеры. С самой короны, да? Корона High Quality. Это для финальных рендеров. А есть NVIDIA GPU AI. То есть, FastView. Вот он написал, что это быстрый деноизинг. То есть, тут работает именно видеокарта NVIDIA. Начиная с 1000 серия, по-моему. Или 2000, не знаю. Вот. То есть, во время интерактива, если тут посмотреть. Вот. Тут написано Fast Preview Denoising Durning Render. То есть, тут галочка стоит. Получается, во время интерактива он будет пытаться сглаживать все шумы. И его, если не надо, можно отключить. Я включаю, чтобы видно было, да? Уже примерно, как бы, результат видно. Вот. Если видеокарта не поддержит, он просто не будет его применять. И все. Это не критично. Так. Начнем настройки с улицы. То есть, я все отключаю. Включаю Enrollment. И вижу, что с Enrollment у нас почти свет не идет. Попробую его поднять. Ну вот, пять раз его поднял. И результат более-менее хороший. То есть, свет вот сюда попадает. Тени появляются. Но этого мало. Для этого мы поставили Windows. То есть, включаю Windows и его тоже увеличиваю. Только мне надо понять, сколько его надо увеличить. Именно не здесь, в Light Mix. А именно там, в настройках Light. Это нужно для того, чтобы понимать, да? Сколько раз надо увеличить силу освещения. Вот, например, мне вот этот результат нравится. То есть, я увеличил Enrollment пять раз. А Windows десять раз. Получается, я там это все сейчас применю. Так. Держу. Этот Light. Ноль три. Получается, сделаю где-то полтора. Тут тоже полтора поставлю. Так. У нас HDR-ка стоит Enrollment. Интересно. Да, HDR-ка стоит. Вы, вот смотрите. Сюда добавили, да? То есть, Direct Visibility добавили. В Single Map добавили. Но почему-то не добавили Reflections и Refractions. То есть, у вас сейчас отражание идет по вот этим цветам. То есть, черное идет. Надо, чтобы они тоже присутствовали. И вот тут. Да, вот эти два. Правильно. Так. Откроем Material Editor. И Instance. Сюда ставлю. На свободной ячейку. Все по отдельности ставлю сюда. И смотрю, что у вас тут стоит. Это что такое? Я не знаю. Это не должно быть так. Может, тут настройки неправильные. Или это ваши настройки. Не знаю. То, что видно вот здесь. Это освещение идет и сюда, в интерьер. Да? Да? В принципе, мне нравится, что вот такой вот свет вот сюда падает. Да? И вот сюда вот падает. Сейн Романда именно. Мне просто надо увеличить его силу. Так. Для этого я... Просто гамма пометить. Помогла. Попробую его здесь увеличить просто. То есть, RGB увеличу пять раз. Все. В принципе, так. Вот такой вот результат. Ну... Не знаю, какие это настройки, но мне результат нравится. В принципе. То, что идет нейтральный прям... Ни холодный и ни горячий свет с улицы. Давайте посмотрим мой HDR. Посмотрим результат. Может, лучше получится. Ваш я тоже сохраню. Беру... Вот это. Пишу сюда... Direct. Он у нас будет и здесь. Инстанты. Беру копию. И пишу сюда... GI. Это откуда будет идти освещение. Делаю инстанты. Ну, а тоже результат другой. Но... Смотрите, какой красивый уже вид идет из окна. Видите, да, освещение? Прям теплое вот здесь. Это... От солнца идет. И... Холодные... Внизу. Вот. Мы даже ничего не трогали. Это просто... С одного HDR-ки мы получили уже вот такое вот... Классное атмосферное освещение. То есть... Так. Давайте увеличим его еще. То есть... Еще два раза увеличу. Чтоб больше света попадало. В принципе, неплохо. Я бы чуть убрал просто светлость. Чтоб более нейтрально было. Вот. То есть холодное есть внизу. И теплое сверху есть. Пусть так и стоит. Так. Включу Windows. Сам Windows, который стоит у нас... Вот этот Light. Он прямо сейчас вот сюда попадает. И... HDR-ка почти исчезает. Да, эффект HDR-ки. Я его сделаю лучше единичку. Вот так. А то, что с улицы, который 45 градусов стоит, я его увеличу. Сделаю тройку. Чтобы вот сюда вниз больше света попадало. Ну, это естественно, потому что у нас... Он рядом с окном стоит. Сюда и должно больше света попадать. А сюда меньше. Потому что он далеко от окна. В принципе, вот и ваш результат мне понравился, что там точно такое же было, да, почти. И этот HDR-ка тоже справляется со своей задачей. То есть мы получили вот такое вот немножко холодное и теплое освещение. Можем, конечно, еще холоднее сделать. То есть сел 7000, чтобы прям чуть-чуть вот здесь холодно было. А вот это сделаю тоже 7000. Посмотрим результат. Вот так вот. Чуть-чуть холоднее стал интерьер. Это не плохо на самом деле. Так и должно быть, потому что у нас еще тут солнца нет. А в интерьере у нас обязательно будет теплая люстра, бра теплая будет, подсветки будут теплыми. Поэтому с улицы лучше чуть-чуть, чтобы холодный свет заходил. Заходил, чтобы они вместе с собой потом уже делали атмосферное освещение. Так, включим солнце. Смотрим. Ну, в принципе, неплохо. Солнце тоже хорошо падает. Мне нравится. Да, эффект есть. Оставим так. Так, насчет Тарзета. Тарзет я... Ну, чтобы понять, как работает Тарзет, я сам Тарзет вот включу. Вижу, что он попадает вот сюда один. Один попадает вот сюда. В принципе, вот в это место у нас уже есть, да? В Windows он попадает все равно. Можно его и включить. А то у нас пересвет будет слишком. А вот здесь уже мало. Вот видите, что не попадает, да? Эффекта почти нет. Давайте ее увеличим просто. Посмотрим, сколько надо увеличивать. Вот, например, два раза хватит. Так, два раза увеличим. И сделаем его более такой рассеиванный, да? Надо его рассеять. То есть ставим вот здесь во вкладке Corona Shadows. Ставим. Вот, User Area правильно тут стоит. Радиус делаем, например, 900. Вот, чем больше я его увеличиваю, радиус, тем на большее место попадает уже Тарзет наш. Так, давайте его прям нужное место поставим. Я хочу, чтобы вот этот Каус, то есть наша игрушка, на него, чтобы попадало. Вот этот Тарзет лучше сдалека, чтобы попадало. Вот так вот. Вот это правильно стоит. Лучше, чтобы прям сдалека приходил свет. Так, чуть-чуть. Да. Да, он прям вот заходит через окно и попадает у нас вот сюда. В принципе, слишком высоко он падает. Давайте поднимем его на полторы тысячи метров. Еще. Три тысячи. Вот так вот. Вот теперь мне нравится. Прямо. Можно сказать, уже пересвечен. Увеличим радиус тени, чтобы более рассеянный был еще. Да, вот так вот. 1600. Немножко уменьшу силу. Вот уже мне нравится. Да. То есть, вот видите, уже, несмотря на то, что у нас свет только вот эти, нам вот эти места падает, с помощью Тарзета мы сделали так, чтобы прям вот сюда тоже попадал свет и давал вот такой красивый тень и объект наш смотрелся красиво. Вот так вот. Ну, может, в финальном мы его чуть-чуть уменьшим. Это уже финально. А пока что мне нравится, что он так стоит. Так. Следующая у нас люстра. В принципе, хорошо. Он горит. Он сам хорошо падает вот на потолок. Мне нравится. Оттенок тоже красиво. Вот. Один только, что мне нравится, это то, что он сам не горит. Надо сделать так, чтобы вот эти лампы, то есть, внутри вот эти спиральки тоже горели. Можно с двумя путями это сделать. Можно лайт-материал дать вот на спираль. Либо можно просто саму вот эти лайты уменьшить на 0,5 мм и чтобы они сами горели. И то, и то это правильное решение. Так. Давайте уменьшим. Увеличу силу. Ну, так как я его уменьшил, надо увеличить силу. Вот эти надо включить, чтобы он видно было в нашей камере. Так. Еще увеличим. 200 цветелами. Ну, может у нас блум не работает правильно. Смотрите. Буклы. Очень 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 ну если поставить 10, все равно некорректно. Непонятно почему. Может надо увеличить. Давайте единичку поставим. единичку на 1.7 корона это все работает корректно. То есть тут походу надо что-то нажать, чтобы он нормально работал. Или перезапустить рендоль, не знаю. перезапустить. Мне надо, чтобы он горел, да, прям так красиво. Так. 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 . white balance не надо трогать, тут 6.5 можно ставить всегда надо увеличить, может стекло не пропускает, не знаю, стекло не пропускает стекло не хочет пропустить свет получается надо настроить именно стекло тут все нормально и поставим, ну да, вот так вот не надо что вот это уже нормально вот так вот красиво, отлично теперь силу надо увеличить, да? да, надо увеличить силу свет сделаем 4.5 и сделаем 2 вот горит нормально, а вот только вот эти звездочки, они слишком большими стали хорошо, возвращаем 0.5 и 200 да, вот так мне нравится, это хорошо, но сами вот эти, они все равно слишком большие, да? такой вот у нас казус, хорошо, давайте так я его верну назад и поработаю-ка я со спиралем для этого надо для этого надо для этого надо с камера с камерой было с камерой было 50 поставим, смотрим а где звездочки, не понял что не хочет а с единичкой уже работает вот так а если и он исчезает нет работает да, в принципе вот это нормально вот это хорошо хорошо так, дальше идем бра бра хорошо хорошо падает вот только то что он вот это вот вот это вот изобразие надо исправить так 0,6 непонятно 0,6 непонятно или там такой тип вот так попадает что ли так просто его надо вовнутрь так снутри а он не снутри он прямо все ли все ясно все ясно уменьшим уменьшим чуть-чуть и поработаем с light лет лет реки а один материал дали это нет это это неправильно неправильно к личкам так так а select id или мошей а вот смотрим пусть горит чуть-чуть пусть вот это нормально так что у нас с этим звездочка есть он падает хорошо в принципе падает а а да все пусть и так подсветки подсветки тоже в принципе отсюда хорошо вот я посмотрю сейчас с подробным кадром хорошо можно в принципе его чуть-чуть уменьшить и более теплую сделать ну более нейтральную наоборот так насчет этого кадра с тут 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 откуда вы берете такие миллиметры таких камер же нету и подсветкой так же лучше хорошо насчет таржета тут тоже нет у нас должно быть вот так поставим и он пусть идет прямо вот сюда так высота поставлена и по-моему на 30 вот так высота таржета а вы одинаково сделали не надо так инстанс не надо делать так что индивидуально мы делаем то что люстра дает такой свет но ни к чему хочу что таржет от артика было 7 7 увеличиваю меньше р нет не помогло кто у нас с альбедой альбедой у нас нету да тут хорошо добавим я запустил теперь и и это в и 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 не знаю не должно быть так клиент будет замешательстве надо так делать где у нас исключение а как вы его исключили то отсюда вот те же и ложка интересно Завис. Да. А, теперь появился. Так, хорошо. Ну, может в этом кадре мы отключим солнце. Так, албедо у нас неправильно только у двери. Неправильно. Все нормально. И книжки. Ну, это не критично. Не занимает так много места. Я не знаю. Знаю. Я не знаю. В принципе красиво, но мне не нравится кадр сам. Чуть не надо выразить стену. Нет. Нет. Триста, два, пять. Вот это уже есть что-то. Только вот надо два раза вменьшить там. Слишком ярко. Полтора хватает оказывается. Красиво падает вот сюда свет. И вот здесь появляются тени. Это очень красиво. Так, что тут у нас с альбедой? В принципе все хорошо. Да. Я бы немножко подсветкой бы поработал. Подсветкой на самом деле вот здесь надо сделать дырку, да? 20 сантиметров сделать и вовнутрь сделать дырку и вовнутрь, чтобы стоял light. А вот просто так взяли и его поставили. Так мы не делаем. Поэтому я отключу вызову Directly, чтобы он не мешал. Ну это тоже вот неправильно, да? Что он вот так вот смотрится. Непонятно откуда идет свет. Почему он так идет? Непонятно. Ладно, пусть будет видно, но вот эти вот... Ну, что можно сказать? В принципе, можно ставить. А вот это... Зачем группировать и не так. Должно стоять вот здесь вот эти теньки. Чтобы красиво. Так, насчет галогена. Вот это галоген. Надо дать ES. И дать туда наш ES, который мы пользуемся. 60-ый. Так вот. Галоген. Он прям на пол падает. Размер у нас сантиметр. И он прям сделан теплым. Причем, чтобы он видно был в отражениях. Такой галоген лучше смотрится, потому что вот он немножко дает на стену именно свет. И больше всего он предназначен для пола, да? Прям пол будет светлым. Вот это что такое? Я не знаю. Надо его исправить. Что там внутри? И почему он такой белый? Так. Отсюда вам ничего не понятно. Идем на ближнего. Блин. Ненавижу 18-ый макс. С 14-ом такой фигни нету. А, это тоже light что ли? Да, это light. Тогда его тоже делаем теплым. Зачем тут 40 сегментов? Не знаю. Не надо так много сегментов давать на light. Чем больше сегментов, тем больше light он будет на сцене. И тем больше будет шума. Думаю пятерка тут хватит. Ну даже это много, даже много, много, много. 35 и двойка сделаем. Вот это уже нормально. Может, может, может. Нет, слишком много таржета не надо. А, у нас же галогены. Сейчас скрыт. Сейчас. Что я думаю? Темно там, блин. Да, вот так вот. Только не такой теплый сделаем. Сделаем 5200. Вот так вот. Более нейтральный. Ага. Так, на стене мне не нравится, что он слишком грязный. Прямо. Прямо. Прямо фактурный фактурный. Надо его уменьшить. Для этого я просто возьму и уменьшу диффуз. вот так вот. И сделаю немножко темнее. Ну, вот здесь вот если горит, сгорел и ничего не видно, значит, альбедо высокое. Ну, вот. Видим, что и стена, и потолок белый. Да, вот так мне больше нравится. Ну, грязь слишком потерялся, да? Может, он в качественном рендере появится. Но тут исчез. Хорошо. Немножко вернем. Так, сделаем. Смотрим. Да, грязь появился. В принципе, мне белый больше нравился. Ну, раз дизайнер так захотел, оставим, только чуть-чуть уменьшим силу. Не надо так грязно делать. И вот эти линии мне тоже не нравятся. Не надо так переборщивать с линиями. Прямо видно, да? Как будто там грязь или там какой-то теневой профиль, да? Там же нету теневого профиля. Так что нам лучше от него избавиться. Лучше сделаем его рассеянным. Вот здесь сделаем 50. Вот так вот. Чтобы он был рассеянным. То есть, видите, да? Он вот здесь темнее. Идет, идет, идет. И вот здесь уже нормально стало. Он как будто будет имитировать тень. Вот. Все равно вот эти, вот эта граница сейчас видно, да? Даже если нету дерта, грязи, граница все равно видно. Так что вот этот результат больше, лучше. Так. Камера слишком близкая. 45 поставлю. Хочу, чтобы ручки двери заходил в кадр. Вот так вот. Да, идеально. Так, по-моему стена отражается. Ну, чтобы понимать, как вообще обстоят отражения в интерьере, надо добавить рефлект. То есть, вот этот рефлект добавляем. Перезапустим. По-моему, я потолок немножко вырезал. Сейчас немножко его отпущу. Материал стены. Он прям отражает, и видно, да? Вот здесь отражение есть, вот здесь отражение. Матовая окраска так не отражается, поэтому я его более матовый сделаю. Меньше отражения. То есть я не убрал его полностью. Отражение есть, но его не видно будет в кадре. Ну, более вот таких вот углах. Видно будет, конечно. Так, это тоже сразу исправим. Не забываем сохраняться. Так, интерактив. В принципе, все тут настроили. По материалам у вас все хорошо. Вот только вот я пару моментов вам сказал. Учитывайте альбедо, чтобы он не слишком темный, не слишком белый был. Меньше грязи добавляйте в материалы. Слишком много грязи, слишком много линий. Тоже переживает интерьер. Насчет вот галогенов, освещение тоже учитывайте, как я вас научил. Вот 60 ИС я, по-моему, скидывал вам. Если не скидывал, скинул, скажите мне, я вам скину. Вот видите, да, вот этот кадр я просто нажал и все, уже все идеально. Мне все тут нравится. То есть, освещение падает на пол от галогена, освещение есть. Я никакой фейк сюда не использовал. То есть, нам не надо, чтобы интерьер смотрелся, то есть, картинка не смотрелся гладким. Когда ставится сверху фейк большой, он, да, он освещает комнату, освещение идет, но потеряются тени. А тени нам нужны для объема. Когда есть тень, объект выделяется. Понятно объем. Вот. Поэтому фейки в таких случаях, таких фейков мы не ставим вообще в наших работах. Только именно естественными, то есть, реальными галогенами, там, подсветками мы освещаем. А если прям хотим, чтобы виделить что-то, то да, вот, например, в санузлах я использую фейк, чтобы виделить то, что я хочу показать, да. Это я вам покажу, когда будем санузел делать. Вот. Активно пользуйтесь Тарджетом. Тарджет очень помогает, чтобы дать акцент именно на то место, которое хотите показать. То есть, когда есть окно, можно без проблем сколько хотите Тарджет использовать, но надо его грамотно использовать, чтобы не было такого ощущения у зрителя, что это фейк, да. Надо имитировать именно, именно освещение неба, чтобы не солнце, это не солнце, это свет именно с улицы, как будто заходит в интерьер. Вот. Так, в принципе, всё на этом, по-моему, если вот это всё будете научитесь вот этому всему, у вас уже рендер будет хорошо идти. Ещё раз повторюсь, white balance не трогайте никогда, 6,5 должно стоять всегда, потому что, когда вы его трогаете, меняете, вы меняете свет прям во всём, да. Вот, например, дизайнер даёт вам оттенок какой-то мебели или ткани, и вы меняете white balance, он уже меняет полностью оттенок этого мебели, этого ткани, да. И это неправильно. Потом дизайнер или клиент скажет, что почему так тепло или почему так холодно. Лучше холодно и тепло надо делать именно с помощью света, то есть с помощью галогенов, люстры, с помощью улицы, да, с улицы лучше, чтобы шло прям холодный оттенок, а в интерьере пусть будет тёплый оттенок. Таким способом можно добиться очень атмосферных рендеров. Всё, на этом всё, я этот файл вам сейчас заархивирую и отправлю.